В каком она состоянии? Что такое украинский солдат? Вот сейчас отловленный, насильно мобилизованный. Остались ли упороты, то что мы называем, идейные? Что это за люди сейчас? Ольга, ну, начало мы помним, было начало, когда нам противостояли очень серьезно подготовленные бойцы, которых готовили длительный период, годами, они готовились, были убеждены, что они нас победят, то есть победят Россию. Ну и в конечном итоге мы сейчас можем констатировать, что, наверное, из тех людей, кто начинал воевать против нас, в принципе, почти никого не осталось. Остались какие-то крохи, и то мало кто из них является полноценно здоровым для того, чтобы воевать против нас. Понятное дело, что на протяжении последних месяцев, на фоне того, что не удался контрнаступ, что все вот эти реляции, которые были призваны для того, чтобы поднять дух вооруженных формирований Украины, на фоне этого всего, проиграв контрнаступ, понеся очень большие потери, ну и, естественно, не оправдав то свое ожидание от западной техники, от абрамсов, леопардов, там еще чего-то, духом пали все, не только украинские формирования, но и население, которое раньше готово было скакать и кричать, кто не скачет, тот маскат. Это уже далеко в прошлом. Получается, что люди, которых собирают во всей Украине и насильно закидывают на передовую, они не так горят желанием воевать против нас, они спокойно и при любой возможности сдаются в плен. Ну и, понятное дело, по разговору с ними, со всеми, мы понимаем, что, наверное, сегодня уже никто не хочет с нами воевать, большая часть из них уже осознает, что украинская, мужская часть населения, она уже на исходе. Теоргиевич, муссируют, понятно, все западные СМИ сообщения о том, что мы готовимся к наступлению, не выдавая, разумеется, никаких тайн нашего генштаба, но, исходя из того, что наступление, разумеется, будет, просто не скажем нигде, также не скажем мы и когда, задам вопрос, а вот враги к наступлению нашему подготовились, где подготовились, то, что там вырыли для себя, вы как это оцениваете, качество этих фортификаций? Ольга, ну, надо отметить, что на тех участках, где мы фиксируем подготовку противника к нашим наступательным действиям, есть участки, где они достаточно-таки серьезно подготовились, ну, как бы оно ни было, мы изначально говорили, что в этом году мы начнем наступать, я примерно по своему анализу думаю, что конец мая, июнь месяц противник должен посыпаться в большей части своих направлений, и, в принципе, я так думаю, что после этого вряд ли нас остановят ни американские, ни европейские деньги. Ну, и понятное дело, что фортификационные сооружения достаточно серьезные на некоторых участках, но, опять же, если бы мы рассчитывали на то, что их фортификационные сооружения могут нас остановить, мы бы тоже, наверное, не пошли вперед. Поэтому мы будем делать все для того, чтобы в этом году реально это СФО завершилось. Я так думаю, что нет такой силы, которая могла бы нас остановить и удержать от того, чтобы мы продвинулись и выполнили те задачи, которые перед нами ставят. Это, поверьте мне, не шапка закидательства, я не говорю ничего, просто так. Я знаю, что мы достаточно-таки хорошо подготовились. Ну, и понятное дело, что, зная все тонкости, которые у нас происходят реально на передовой, ну, и те козырные карты, которые мы у себя уже прячем в рукаве, я могу так сказать. Продолжение следует...